В Твери появится еще один памятник в виде самолета знаменитой марки МИГ. На сей раз это будет наиболее логичное место для размещения монумента такого рода – микрорайон Мигалова, который многие десятилетия прочно связан с авиацией. Какую именно модель истребители установят на сей раз, вы узнаете с нашего следующего репортажа. Теперь окончательно снята завеса тайны касаемо вопроса, какой именно самолет будет установлен в сквере, который сейчас разбивают в Мигалове. Это истребитель-бомбардировщик МиГ-23. Разработанный в конце 60-х годов прошлого века, он стал настоящим явлением для советской авиации из-за многочисленных новшеств. Первый истребитель советский с изменяемой геометрией крыла. То есть многорежимный самолет, который изменяемая геометрией крыла, позволял ему использовать как на минимальных скоростях и высотах, так и на сверхзвуковых скоростях, превышающих вдвое скорость звука. МиГ-23 массово производился и был на вооружении не только нашей армии, но и многих зарубежных стран. А в 11 государствах Азии и Африки его используют до сих пор. Эта машина начинала службу в Польше. Затем после вывода наших войск оказалась в одном из гарнизонов центра России. После выработки ресурса данный МиГ даже успел побывать в роли памятника, но из-за плохого ухода пришел в полную негодность. И по сути, мигаловские ремонтники дают ему вторую жизнь. Сложностей никаких нет. Все легко и просто. Для нас это уже не впервой. Уже два памятника делали на своей памяти. Поэтому что военно-транспортная авиация, что истребители, нам без разницы, какой тип самолетов. В ходе ремонта неизбежно что-то приходится демонтировать. Но самое главное зафиксировать всю механизацию крыльев, а также горизонтальных и вертикальных стабилизаторов. Ведь понятно, что по самолету-памятнику наверняка будут лазить дети. Стоит отметить, что в Твери это будет уже четвертый монумент в виде истребителя. Притом, что город известен в первую очередь как база военно-транспортной авиации. Поэтому в планах мигаловских летчиков закрыть этот пробел. Установить памятник в виде транспортного самолета, самолета-гиганта, самолета тоже легенды и истории, это АН-22 «Антей». В планах у нас установить в одном из доступных для жителей города Твери и наших гостей месте для всеобщего обозрения, потому что он этого заслуживает. Тут, конечно, придется поломать голову городским властям, а может и совместно с Министерством обороны. Ведь «Антей» — это самолет с габаритами 57 на 64 с лишним метра. И для такого гиганта будет непросто подобрать соответствующие площади, которые были бы еще и доступны для широкой публики. Субтитры создавал DimaTorzok